Книга пророка Исаии, глава сорок первая Умолкните предо мною острова, и народы да обновят свои силы, и пусть они приблизятся и скажут, станем вместе на суд. Кто воздвиг от востока мужа правды, призвал его следовать за собою, предал ему народы и покорил царей? Он обратил их мечом его в прах, луком его в солому, разносимую ветром. Он гонит их, идет спокойно дорогою, по которой никогда не ходил ногами своими. Кто сделал и совершил это? Тот, кто от начала вызывает роды. Я, Господь, первый, и в последних я тот же. Увидели острова и ужаснулись, концы земли затрепетали, они сблизились и сошлись. Каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату — крепись! Кузнец ободряет плавильщика, разглаживающий листы молотом, кующего на наковальне, говоря о спайке — хороша! И укрепляет гвоздями, чтоб было твердо. А ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего. Ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев ее, и сказал тебе, ты мой раб. Я избрал тебя и не отвергну тебя, не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей. Вот в стыде и посрамлении останутся все раздраженные против тебя. Будут, как ничто, и погибнут, припирающиеся с тобою. Будешь искать их, и не найдешь враждующих против тебя. Борющиеся с тобою будут, как ничто, совершенно ничто. Ибо я, Господь Бог твой, держу тебя за правую руку твою. Говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе. Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль. Я помогаю тебе, говорит Господь и искупитель твой, святый Израилев. Вот я сделал тебя острым молотилом, новым, зубчатым. Ты будешь молотить и растирать горы, и холмы сделаешь, как мекину. Ты будешь веять их, и ветер разнесет их, и вихрь развеет их. А ты возрадуешься, Господи, будешь хвалиться святым Израилевым. Бедные и нищие ищут воды, и нет ее. Язык их сохнет от жажды. Я, Господь, услышу их. Я, Бог Израилев, не оставлю их. Открою на горах реки, и среди долин источники. Пустыню сделаю озером, и сухую землю источниками воды. Посажу в пустыне кедр, сетим, и мирту, и маслину. Насажу в степи кипарис, явр и бук вместе, чтобы увидели и познали, и рассмотрели, и уразумели, что рука Господня соделала это, и святой Израилев сотворил сие. «Представьте дело ваше, — говорит Господь, — приведите ваши доказательства, — говорит царь Якова. Пусть они представят и скажут нам, что произойдет. Пусть возвестят что-либо прежде, нежели оно произошло, и мы вникнем умом своим и узнаем, как оно кончилось. Или пусть предвозвестят нам о будущем. «Скажите, что произойдет в будущем, и мы будем знать, что вы боги, или сделайте что-нибудь доброе или худое, чтобы мы изумились и вместе с вами увидели. Но вы — ничто, и дело ваше — ничтожество, мерзость тот, кто избирает вас. Я воздвиг его от севера, и он придет, от восхода солнца будет призывать имя мое и попирать владык, как грязь, и топтать, как горшечник, глину. Кто возвестил об этом изначало, чтобы нам знать, и задолго перед тем, чтобы нам можно было сказать правду? Но никто не сказал, никто не возвестил, никто не слыхал слов ваших. Я первый сказал Сиону, вот оно, и дал Иерусалиму благовестника. Итак, я смотрел, и не было никого, и между ними не нашлось советника, чтобы я мог спросить их, и они дали ответ. Вот все они — ничто, ничтожны и дела их, ветер и пустота, и стуканы их. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!